В Магадане прошла пресс-конференция на тему распространения новой коронавирусной инфекции омикрон. Было подмечено, что приход омикрона на территорию Магаданской области ожидает к концу января. Система здравоохранения Магаданской области сейчас проводит активную подготовительную работу по изменению структуры оказания медицинской помощи. Мы, скорее всего, будем вынуждены прекратить профилактические мероприятия на территории области в момент пиковой нагрузки. Мы усиливаем работу кал-центров и организуем работу консультативного центра. Также легкие формы заболевания будут обслуживаться по телефону, когда как вызов врача на дом будет обеспечен беременным, людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями. Наступивший 2022 год будет посвящен культурному наследию народов России. Об этом говорится в указе, который подписал президент страны Владимир Путин. Решение было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей. Глава государства поручил правительству за два месяца образовать организационный комитет, а также разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. На территории нашей страны проживает более 190 разных народов, у каждого из них своя культура, язык, обычаи и традиции. В течение 2022 в регионах пройдут фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы, а также концерты творческих коллективов. Напомним, ежегодно с 2007-го президент своим указом посвящает следующий год какой-либо теме для привлечения к ней общественного внимания. Минпросвещение России и Рособорнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на 2022 год. Проведение ЕГЭ разделено на три периода, досрочный с 21 марта по 15 апреля, основной с 26 мая по 2 июля и дополнительный с 5 по 20 сентября. Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Проведение трех экзаменов разделено на два дня. ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по информатике и ИКТ 20 и 21 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам 16 и 17 июня. ЕГЭ по профильной и базовой математике также пройдет в разные дни, 2 и 3 июня соответственно. 6 июня в основной период ЕГЭ пройдут экзамены по истории и физике, 9 июня по обществознанию, 14 июня по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам. В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам, русскому языку и базовой математике для тех выпускников, которые не получили аттестат. Проведение ОГЭ также разделено на три периода, досрочный с 21 апреля по 17 мая, основной с 20 мая по 2 июля и дополнительный с 5 по 15 сентября. Когда новогодние торжества подходят к концу, многие не задумываются об утилизации новогодней елки и просто выносят ее на улицу и оставляют рядом с контейнерами для твердых бытовых отходов. Однако эти действия могут стать причиной пожара. Елка, одиноко стоящая без присмотра, соблазн для детей и подростков, которые могут ее поджечь, вызвав тем самым возгорание контейнеров с мусором и окружающих строений. Чтобы избежать подобных последствий, Главное управление МЧС России по Магаданской области рекомендуют не оставлять отслужившие новогодние елки на улице и в зонах складирования твердых бытовых отходов. Отслужившую елку следует распилить на части и сложить в контейнер, таким образом вы исключите вероятность ее поджога и возможного возникновения пожара. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по единому номеру 112, для вызова пожарной охраны звоните 101. Номера вызова экстренных служб актуальны для всех операторов мобильной связи в Магаданской области. Продолжение следует...